Центр досуга в селе Каэндеколь решили сделать в здании местной столовой. Строение не ремонтировалось около 30 лет, поэтому, чтобы привести его в порядок, требовались немалые деньги. На помощь пришли предприниматели, которые выделили на ремонт почти 7,5 миллионов тенге. Во-первых, мы видели, что в других селах вкладываются люди, хозяйство, наши коллеги что-то делают для села. И мы решили тоже как-то вложиться, сделать такой центр досуга, где могли бы быть свадьбы, потому что у нас ничего нет. Благодаря сотрудничеству государства и бизнеса в селе появился свой уютный центр досуга. В здании заменили старые деревянные окна на пластиковые, сделали натяжные потолки, обновили линолеум, а еще купили музыкальную аппаратуру. Хореографический коллектив «Жастар» впервые выступает в обновленном помещении. О том зале, в котором они танцевали раньше, даже вспоминать не хотят. Он такой старый был, но не такой, как сейчас. Сейчас мне он очень нравится. Красиво, да? Да, он прям как замки, люстры там. На сегодняшний день составляет по округу более 500 человек жителей. У нас сельский округ состоит из трех натуральных пунктов. У нас два общегородственных школы. То есть у нас есть основная школа. Имени Лесомарова здесь составляет 52 учащихся. Есть и начальная школа, Смайлская начальная школа. Тоже наш населенный пункт. Там составляет 5 учащихся. Открытие центра досуга даже для такого небольшого села, как Каэндеколь, очень важное событие. Теперь местные жители смогут собираться здесь и отмечать праздники. Сегодня большой праздник в нашем поселке Каэндеколь. Открытие центра досуга, который вложили большие затраты. Мы кое-чего сделали для нас, для наших детей. Новому центру досуга дали название «Достык», что в переводе с казахского означает «дружба». Такой подарок местным жителям сделали ко дню независимости страны. Елена Щегельская, присодействитель компании «Акцент».